Танцы на траве. В Махачкалу вернулся один из триумфаторов любительского чемпионата мира по футболу в Греции Рустам Рамазанов. На родине спортсменов встречали родные и друзья. Как талантливый танцор добрался до футбольного мундиаля, узнавал Курбан Рагимов. Зажигательная лезгинька после победы уже вошла в традицию. 25-летний Рустам Рамазанов танцует большую часть своей жизни. В футболе он оказался случайно. Хорошая координация плюс нестандартное мышление. Эти качества помогли форварду-самоучке в короткие сроки стать лидером атак сборной России. Я танцевал всю свою жизнь и как-то мне посоветовали пойти поиграть для себя. Может тебе понравится, может дальше больше пойдешь. Как видите, дальше пошел. Это хобби, как говорится. Я работаю в детской школе искусств, преподаю детям те же танцы. Золото чемпионата мира покорилось Рамазанову со второй попытки. Год назад команда стала третьей в Португалии. Неделя на греческом острове Крит также не стала для сборной России легкой прогулкой. На стадии плей-офф тяжело пришлось с венграми. В полуфинале хозяевам пытались помочь судьи, а в решающей игре россияне с трудом сдержали финальный штурм сборной Польши. Цвета триколора на Мундиале защищал еще один наш футболист Гамит Шахбанов. На двоих дагестанская связка забила семь мячей. Кроме того, Рамазанова признали лучшим игроком турнира. Для меня это честь защищать светосборную, как говорится, что с такой маленькой республики я и наш брат, наш друг, земляк Гамит, что мы можем вот так ехать и защищать светосборную. А индивидуальная награда, она выиграна не мной, она выиграна всей сборной, потому что если не они, я бы не выиграл, как говорится, один на войну не ходит человек. Поэтому мы пошли все вместе и за счет них я сумел выиграть эту награду. Встречали Рамазанова свои же подопечные. Ансамбль «Молодость Кавказа. Радость победы с чемпионом» разделили его родные, друзья и одноклубники. Специалисты уверены, триумф дагестанцев на мировом уровне даст новый импульс развитию этого вида спорта. Это большой плюс для наших молодых детей, которые, вот я работаю с детьми, у меня очень много детей, порядка 60, только 2009-2010 год. И все эти дети, они следят, эти два, для них Рустам и Гамит два, как мультяшки, они прям вот все следят за ними. Это единственные два дагестанца, которые именно в футболе стали чемпионами мира. У нас, да, вольники, там, другие виды спорта сильно этим заняты, охват большой. А в футболе вот единственные два человека, я думаю, на них можно равняться и куда двигать детей есть у нас направление теперь.